Это вопрос только на уровне муниципалитета, наверное, неправильно рассматривать. Но, должен сказать, что как муниципалитет в рамках своих бюджетных возможностей, максимально используя участие во всех федеральных программах, в том числе с помощью и регионального уровня, мы каждый день в своей работе нацелены на то, чтобы город стал благоустроеннее, чище, комфортней. Есть очень такие старые проблемы, которые, наверное, надо было еще с начала двухтысячных заниматься. На сегодняшний день это просто колоссальный объем работы, который необходимо провести в короткое время. Вы знаете, что на уровне региона губернатор дал все поручения для того, чтобы на уровне региональной площадки, в том числе Саратской областной думы, создать такую, как в виде коллегиального органа комиссии, которую комплексно бы рассматривали все составляющие, из чего это состоит. Конечно, это рождаемость, конечно, это смертность, конечно, это миграция, конечно, это рабочие места, конечно, это ожидания горожан, какой они хотят город видеть, где им комфортней и членам их семьи проживать. Поэтому мы также будем соучастниками этой комиссии, вы как средство массовой информации будете сопровождать всю эту работу. И я знаю, что вы большую работу проводите, в том числе по исследованию ресурсами, там, и вопросы или проблемы, которые люди называют, с чем они связаны, они и для нас тоже понятны. Поэтому необходимо, конечно, сосредоточиться для того, чтобы горожанам, я говорю про город Саратов, не хотелось его покидать и был готов принимать с других территорий для проживания постоянно на территории нашего города. Может быть, какие-то ваши личные ощущения? Вот есть такая версия, почему горожане уезжают в другие регионы, что мы такие талантливые, мы везде востребованы. А вот, может быть, у вас кто-то из знакомых уехал и чего-то добился. Вот есть такие случаи? Или у вас все патриоты среди знакомых? Да нет, почему? Уезжают, и там не друзья, может быть, но знакомые, которых я знал, уезжают на разные работы в Москву, кто-то уезжает на постоянные контракты и по оплате своих знаний или тех услуг, которые они там оказывают в Москве, оплата выше, чем здесь, и они востребованы в этом. Есть те, которые уехали и, прожив там год-два, начинают сомневаться, то есть там то ли не нашли или не воплотили свое ожидание, думают смысл нахождения в Москве, стоит ли вернуться обратно в Саратов. На самом деле, сколько людей, столько мнений. У каждого личная и индивидуальная, ну, скажем так, ситуация, это связано в первую очередь с работой, то есть с доходом, возможность существовать в данном городе, потому что понятно, что уровень жизни в Москве он выше, и, соответственно, надо иметь соответствующий доход. И обустроенность членов семьи, там, супруги или супруга, там, детишки, там, в школы, в учреждения, ритм жизни, сказывается все. Поэтому здесь миграция, ну, она открыта. Тот, кто востребован, получает предложение, уезжает. Тот, кто, наверное, разочарован, он пытается искать что-то лучше. В наш город приезжают также из других городов, из территории Саратской области. Поэтому те материалы, которые там опубликованы, их надо еще раз перепроверить, если это есть, разобрать по направлениям. И, наверное, может быть, даже в том числе какие-то программы должны быть с соответствующим финансированием для того, чтобы ситуацию исправить. Может быть, помните знаменитая транспортная схема, которую сначала презентовали, потом отправили на доработку, обещали новое обсуждение. Но пока нового обсуждения не было, тем не менее, вот в конце года, 30 декабря, ее уже опубликовали на сайте администрации. Только обсуждение будет или будем жить вот с тем, что есть? Обсуждение будет обязательно. Оно будет публичное. Оно будет на разных площадках, в том числе и на площадке Саратской городской думы, потому что одна из составляющих, она должна пройти утверждение депутатами Саратской городской думы. Полную схему транспортную в городе мы будем обсуждать. И, конечно, будем приглашать средства массовой информации, для того, чтобы вы имели возможность информировать, как проходит это обсуждение. Но вот тот вариант, который опубликован, он получается опять промежуточный? Тот вариант, который опубликован, он максимально проработан. И вопрос, конечно, обсуждения уже, в том числе и с экспертами, и с горожанами. Пусть каждый высказывает свое мнение, свою позицию.